Добрый день! Всем привет! С вами Маша Каганович, я маркетолог компании WesternBit. Наша компания помогает продавать ваши товары на международных маркетплейсах, принимать оплату через PayPal и доставляет их до двери покупателя. Это видео о бестселлерах, то есть о товарах, которые лучше всего продаются сейчас на Etsy. Смотрите, я хотела это видео снять еще несколько недель тому назад. В начале июня. Еще казалось, что эти изменения, которые происходят в обществе, что они недостаточно временные, что сейчас все успокоится. И этих товаров на Etsy, в общем-то, было не так уж и много. Хотя они уже показывали потенциал того, чтобы стать бестселлерами. Но сейчас, в связи с тем, что происходит бунт, революция, происходят реальные изменения в социальном устройстве общества. Я не хочу высказывать свое мнение по поводу этих событий, хотя, наверное, вы можете сами догадаться. Но я просто хочу показать вам, что сейчас продается в Америке на июль 2020 года. Перед 4 июля, вот буквально сейчас, через несколько дней, у нас будет День независимости. Мы будем отмечать. Но я думаю, что сейчас эти товары будут популярны в течение всего года, а не только в этом месяце. Если вам понравилось это видео, вообще такой контент, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментарии, регистрируйтесь на сайте westernvid.com. Ну что, подписались? Большое вам спасибо! Итак, давайте посмотрим, что же у нас продается на Etsy в июле 2020 года. Смотрите, совсем недавно я сняла видео о том, как популярны вот такие вот вывески в огороде. Только что закончился карантин, коронный вирус. Люди были переполнены благодарностью тем людям, которые помогали нам в течение этого времени. Это полицейские, медсёстры. Тут у наших соседей сплошь и рядом стояли вот именно такие вывески в огороде, где они благодарят полицию и полицию нашего города. Что же случилось? Буквально за несколько недель все убрали эти вывески с огорода и поставили совершенно другие вывески вот такие. Либеральная организация, которая называется Black Lives Matter, и переводится она как «Жизнь чёрных важна». Суть этой организации в том, что они борются с расизмом, пытаются изменить общество, и сейчас практически стало политически некорректным критиковать эту организацию каким-либо образом. Например, один риэлтор, человек, который продаёт дома, убрал такую надпись с огорода того дома, который он продавал, и его уволили за это. На самом деле таких случаев сейчас очень много. Да, говоря о свободе слове в Америке, но факт в том, что сейчас все хотят показать свою политическую корректность, своё отношение к этому вопросу, что люди против расизма, не просто не расисты, а против расизма и такого рода объявления становятся всё больше и больше популярными. Смотрите, значит, мы перешли от вот такого рода объявлений к заявлениям вот такого типа, и на футболках и везде люди просто месяц тому назад, наверное, считали бы просто сумасшествием говорить, что мы не будем обеспечивать средствами нашу полицию. Disarm – это значит «заберём оружие», Defund – это значит «заберём деньги» и Dismantle – разобьём полностью эту организацию. В нашем штате вообще всё началось, это очень демократический штат, и уже практически решённый вопрос, что в скором времени перестанут финансировать полицию, и на её место придёт другая организация, правда, мы ещё точно не знаем, какая, но вот, судя по всему, она не будет вооружена, и будет очень мирно решать все конфликты с нашим чернокожим населением. Давайте пойдём дальше. Смотрите. Let's not start a race war. Let's end one. Вот такие вот CVG или таблички, наклейки на футболки, на джинсы и так далее. Очень популярный вот этот вот кулак. Мы не начинаем расовую войну. Я хотела сказать классовую войну, извините. Расовую войну. Давайте закончим её. Футболочка, например, которая называется «I can't breathe», это те слова, которые произнёс этот несчастный человек, которого убил полицейский, ну, собственно, с чего всё и началось. Джордж Флойд, он говорил эту фразу. Значит, 9 минут полицейский держал своё колено на его сонной артерии, и в результате убил его таким образом. Всё это было заснято на камеру. И этот человек перед смертью говорил, что «я не могу дышать». Эта фраза, она стала просто лозунгом антироссийского движения и всех демонстраций бунта в Америке. Значит, вот эти слова очень-очень популярны на одежде, на футболках, на шапках, на чём угодно. Вот, например, ещё один лозунг «No justice, no peace» — это «Нет справедливости, нет мира», а также «Знай справедливость, знай мир». Все эти лозунги, особенно среди молодёжи, да и не только среди молодёжи, вообще у демократически настроенного населения Америки становятся всё более-более популярны. Ну и такие более агрессивные футболки, тоже с названием BLM, Black Lives Matter, это полиция, и здесь написано «Help us», «Помогите нам». Ещё одно новое слово, которое пришло к нам в лексикон, называется «Walk». Это такой слэнг, жаргон, означает «проснувшийся». Понял, осознал, осознавший реальность. Реальность расизма имеется в виду, конечно. Stay woke, оставайтесь проснувшимся, очнувшимся. Вот это слово «Walk», обратите внимание, ключевое слово. А также люди покупают и другие вещи, тоже с этими же словами. Black Lives Matter, ну вот, предположим, магнитная такая наклейка на холодильник и тому подобные вещи. Даже продаётся такая одежда для малышей. I love naps, milk and social justice. Я люблю поспать, молочко и социальную справедливость. Смотрите, все вещи с чернокожими, со словами Black, African-American, это могут быть и портреты, и картины, и всё, что угодно, даже куклы или какие-то декорации, да, люди покупают сейчас эти вещи всё больше и больше. И я просто привела в пример, с моей точки зрения очень красивая картина, значит, такие товары на Etsy просто уходят на ура. Вместе с этими протестами против расизма подключились и другие там сексуальные меньшинства, и поэтому вещи с флагом цвета радуги, не только флаг, но, собственно, и все вещи вот этого цвета, да, семи цветов цвета радуги, тоже, видите, вот здесь опять тот же самый кулак, и слово ally. Ally – это значит поддержка, поддерживающий, который вместе. Вот, кстати говоря, о альтернативных футболках, вообще Black Lives Matter относится очень плохо к выражению All Lives Matter, потому что это как бы противостоит их позиции. All Lives Matter – это значит все жизни важны. Понимаете, здесь как бы, когда человек говорит, что All Lives Matter, он как бы опровергает то утверждение, что мы живём в российском обществе, что нам нужно против чего-то бороться, что как бы жизни всех людей важны. Black Lives Matter хочет подчеркнуть именно слово black, потому что мы живём в российском обществе, где раньше считалось, что они не важны. Вот, поэтому такие утверждения All Lives Matter, посмотрите, вот это шуточные футболки, где фотографии разных животных, что и жизни животных тоже важны. Или такая футболка Vegan because I love animals. Значит, я люблю животных, поэтому я вегетарианин. В общем, вот такие вот всякие подобные футболки, альтернативные, да, захватывают молодёжь и современное общество. В противовес этому есть огромное количество людей, более консервативных, республиканцев, назовём их так, которые сейчас готовятся отмечать 4 июля, которые любят Америку, любят символику. И, наверное, в противовес вот таким вот альтернативным и революционным слоганам и эмблемам стало просто супер популярно больше, чем раньше символика американская. То есть американские флаги, американские вещи. Ну, вот такой вот CVG, например, или вот что-то в таком роде, они бывают разных цветов, America. Очень-очень популярны. Они, конечно, стоят несколько долларов, но, опять-таки, это цифровые файлы, которые продаются на ура. Ну, и вот всякие разные футболки с разными вариациями трёх цветов, синий, красный и белый. Кстати, одна из самых популярных вещей сейчас на Etsy – это вот такие вот гномики, так называется, American Gnomes, американские гномики с разными американскими флагами в разных цветах и формах. Собственно, даже самые простые вещи. Кухонные полотенца, Let Freedom Rain, Пусть Свобода Будет Петь, Stars and Stripes, это звёзды и полоски, Land that I Love, Земля, которую я люблю, и разные другие патриотичные вещи. Кто бы мог подумать, что такая вот вышитая картинка станет бестселлером на Etsy, но она стала. То есть, если вы занимаетесь такого рода рукоделием, да, обратите внимание, что можно вышивать картинки, разные пэтчи, которые наклеиваются и нашиваются на футболки, на одежду, на джинсы, на сумки, которые несут вот эту американскую символику. Ну, вы можете просто посмотреть на Etsy разные ключевые слова, проанализировать их, и вы увидите множество вещей, которые можно делать с помощью разного вида рукоделия. Вот давайте посмотрим, например, вот такая картинка. Картины можно не только рисовать, но можно и вырезать. Тоже американского направления. На белом фоне вырезаны звезды. Ну, и тому подобные вещи. Ну, и, наверное, сейчас моя самая любимая футболочка. Во время первых выборов Трамп говорил «Let's make America great». Давайте сделаем Америку прекрасной. И сейчас, мне кажется, очень уместно «Make America kind again». Давайте сделаем Америку доброй еще раз. Потому что то, что происходит, взломы магазинов, и другая агрессия, да, по отношению к людям, конечно, хотелось бы, чтобы это все очень-очень в скором времени закончилось. Я для примера показываю вам вот такие вот популярные теги. Переведу вам. Я вижу, что их используют многие люди на разных товарах. Это вот именно то, что сейчас пользуется спросом. Значит, Black Lives Matter или BLM – это название вот этой организации. Woke – еще раз. Это проснувшийся, очнувшийся. African American – ну, это понятно. Просто American. Love – да, kindness, love – это популярные слова. Social change – социальные изменения. Social justice – это социальная справедливость. Defund – забрать деньги. Disarm – забрать оружие. No justice – no peace – нет справедливости, нет мира. Equality – равенство. Racism – race. Protest – это слово протест. Unisex – это вещи, которые одинаково могут быть использованы и мужчинами, и женщинами. Слово мир, слово феминизм, слово активист. Ну, здесь не нужно их переводить, да. Peace, feminism, activist. I can't breathe – это вот это выражение «я не могу дышать». All lives matter – все жизни важны. Слово black. Я специально все вместе и агрессивные слова, и добрые слова, в общем, все их смешала в одну кучу, потому что не хочу показывать свое личное суждение, что я думаю по этому вопросу, хотя я думаю, что вы, наверное, уже догадались. Я надеюсь, что это видео не очень пессимистично, потому что уже у нас скоро праздник, 4 июля, и хотелось бы верить, конечно, что мы пройдем этот трудный период, который сейчас происходит в нашей стране, что очень скоро у нас будет мир и спокойствие. Если вам нравится такой контент, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались, и ставьте лайки под этим видео. Большое спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok